Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее и ярское утро! 13 мая, 12 яра, 27 день омера сегодня. Мы считаем, прям не пропускаем 27, осталось 5 дней до побриться. Очень уже хочу снять бороду. Нельзя, нельзя бриться, было до 33 дня омера. Вот я, значит, видите, как зарос. Все вспоминаю учеников Раби Ативы, за которых мы не бреемся. Нельзя бриться? Хорошо. Значит, сегодня у нас, да, эры в шаббат, вечером в шаббат у нас. То есть, жизнь очень насыщена. Вот смотрите, одну и ту же точку во времени можно описать, со скольких разных ракурсов можно глянуть на одну и ту же точку во времени. 13 мая, канун шаббата, 12 яра, 27 день омера. Все в одном и том же, но совершенно разный ракурс, когда ты смотришь на ситуацию. То есть, ракурсы, когда ты понимаешь, что действительно в этом есть сила творения, да, когда ты можешь на любую вот вообще ситуацию, на любую точку во вселенной, на любое событие посмотреть с разных ракурсов. Теперь, ну вот, и что, и под каким ракурсом смотреть, да, Ботиртов? Это, это выбор человека. Вот это самый главный выбор человека, выбор ракурса, под которым он рассматривает себя, рассматривает модель мира, в которой он живет, ракурс важных дел. А что у него выходит на первый план? Почему именно это? Ведь планов, ну, можно вытащить на первый план все, что угодно. Вот мы читаем сегодня «Айом-йом», да, «Сегодня день». Книга, которую составил один из мудрейших людей вообще в мире, который жил за последние, там, тысячи лет, это Любавич Стереба. И он, когда он собирал, вот о чем мы должны сегодня думать, книга «Айом-йом», такие вот акценты, да, книга акцентов, на что обращать внимание. Опять сегодня целый день он нам, вот, все, на что он сегодня сказал, мы должны обратить внимание, это как в Сидуре, Сидур это молитвенник, Тейла-Ташем, во время утренней молитвы, значит, нужно вот тут вот произносить «монума ма му», то есть здесь русским, я не знаю, что это за слова, в общем, через огласовку такую, в этом прислушался к воплю нашему, значит, читается через огласовку потах, «Захур» читается через огласовку такую-то, то есть сегодня он только нам сказал, ребята, обратите внимание, когда вы молитесь с утра, вот на эти вот отрывки в странице 68-а, странице 72-а, странице 107-а, странице 62-а, вот там, где вы молитесь, обратите внимание, огласовочки, это важно. Как вы произнесете? Казалось бы, да, как это, как это, ну, почему именно на это надо обратить внимание? Он говорит, все остальное Всевышний разберется, все остальное не переживай, Всевышний разберется, у него масса возможностей разобраться, все, знаете как, как один, значит, был такой Шри Аурабинда, его звали, духовный, великий духовный такой вот искатель. И вот он, этот искатель духовный, он пока искал, искал, пришел, я не помню, к кому он пришел, к какому-то тоже своему учителю духовному, и говорит, вот я не знаю, говорит, мне заниматься духовным моим ростом или идти воевать за освобождение Индии. Тогда как раз было вот это движение, которое разглавил Махат Маганди за освобождение Индии. И его учитель сказал этому Шри Аурабинда. Он ему говорит, слышишь, говорит, иди занимайся духовным ростом. Он говорит, а как же свобода Индии? Он говорит, не переживай, Индия будет свободна. Индия без тебя разберется, то есть ты, у тебя есть, если у тебя есть уже возможность заниматься своим духовным ростом, и есть люди, которые могут только бороться за свободу Индии, их духовный рост не интересует. А тебя, говорит, если у тебя есть, и потом этот Шри Аурабинда, он стал великим-великим духовным учителем для там десятков тысяч людей. Так вот, мне кажется, что вот почему Рэббинам с утра сегодня дал акцент, он говорит, смотри, если ты утром встал именно с кованой, с намерением, со спокойствием, вдумчиво помолился, обращая внимание на то, как ты произносишь слова благословений, он говорит, у тебя днем будет все прекрасно. То есть у тебя спокойная голова, у тебя нормальное вообще мировосприятие, ты спокойный, рациональный человек, который находится не в стрессе, не в каком-то, знаете, есть люди, они находятся, наверите прекрасное слово, билбуль, они мебулбалим, как бульбуль, как такие вот эти бульбуль, когда чайник степает, у него вот эти бульбульки. Так вот, у большинства людей, у них мышление мебулбалим, оно у них тоже булькает вот так вот, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас сегодня кот, а у вас, а у нас сегодня кошка, и пошло-поехало за это самое, понятно, да? Спокойненько, значит, тут читаем огласовочку такую, тут читаем огласовочку такую, тут читаем огласовочку такую. Дальше, урок Торы с 10 до 10.20, урок Торы, записали выводы для себя, и какой у меня план на день? Раз, два, три, четыре, пять, все, отлично. И спокойненько идем по плану, все время вспоминаем о Всевышнем, молимся, спасибо тебе за то, что так произошло, спасибо так, какой цветочек красивый. Вот там глоточек, кофе можно добить. Отлично, радостно, счастливо, все, Всевышний ведет мир этот, он знает. Я, если помню о Всевышнем, все, жизнь удалась. Дальше, книга «Обретение неба на земле». И мы вчера как раз узнали, сегодня, правда, я уже забыл, как звали составителя этой книги, Свиф Ридман, по-моему, его звали. И вот он здесь пишет сегодня как раз, да? Друзья, он здесь пишет, интересно, вот мы вчера только искали, как его звали, этого человека из Канады, раввин из Канады, который собрал 365 размышлений Рэбе. А сегодня он как раз в этом отрывке «Обретение неба на земле». Он пишет нам интересную вещь, автор этой книги. Друзья, которым я впервые показал эту книгу, подвергли критике часто повторяемую концепцию службы Богу. В современном мире утверждали они, после происшедших в нем коренных, демократических перемен, рабство больше не в чести. То есть на иврите слово «эвет» — это как раб, да? И говорят, вот самый высший титул того человека, который служит Всевышнему, это называется «эвета-шем» — раб Божий, раб Бога. Как есть смешной анекдот, когда в христианской церкви священник производит венчание, и он такой говорит, венчается, раб Божий, там, Иван, и такой поднял ей фату и говорит, «И страх Божий, Василиса». Раб Божий и страх Божий. Но это два самых высших качества служения Всевышнему и рата-шем — страх перед Богом, и раб Божий — это раб Бога, это самых два высших качества. Но и вот, друзья, вот этого раввина, они говорят, а что ты все время в современном мире? Раб, раб, все про рабство, да? Ну, нет рабства сейчас, сейчас уже демократические перемены, и рабство уже не в чести. Он пишет, «Но я оставил терминологию такой, какой она была, как ее использовал Рэб. В конце концов, эта книга о мыслях не моих друзей, и даже не моих лично. Эта книга о мыслях Рэб, а он использовал именно эту терминологию». И дальше он объясняет, что такое служение рабства. Служение рабства подразумевает подчинение своей жизни другому, то есть подавление своего потенциала самовыражения данного нам. Если же мы рассуждаем о подчинении, служении, то есть обычно, если человек говорит, я раб или он раб, то это плохо. Почему это плохо? Он, один человек, подавил свою волю и подчинил ее воле другого человека. Но, если я говорю, я раб Бога, то тогда, кто такой Бог? Создатель, творец мироздания. Можете себе представить? Создатель, творец мироздания. Если я в себе, а у каждого из нас есть часть вот этого божественного проявления, это душа называется. Душа это как внутри божественный свет, но который четко соединяет с Богом, с Творцом мироздания. Теперь, если и есть то, что мы привыкли назвать я, я это набор шаблонов, и набор шаблонов, которые в меня добавили другие люди. И продолжают добавлять, потому что мышление сегодняшнего человека это набор шаблонов, которые в него впихивают через средства массовой информации, через общение, радио, там, телевизор, интернет, другие люди. То есть то, что человек называет я, это набор вот этих вот шаблонов и каких-то убеждений, ценностей, желаний, стремлений, большинство которых напихано или воспитателями прошлыми, или родителями, или маркетологами сегодняшними, которые сквозь все каналы, да, значит, продакт плейсмент, через любой текст на сегодня, на этом 60-70 процентов, он служит продаже, он часть какой-то рекламной воронки, в которую мы с вами попали. Даже тексты, которые нам даются в соцсетях, то здесь алгоритм Фейсбука, который полностью работает на рекламодателя, он специально дает человеку тот контент, который его вовлечет, чтобы ему внутри этого контента вставить продажу тех товаров, на которые он уже обратил внимание. То есть идет такая вороночка, только что-то ты подумал, у тебя пошло желание, тебе Фейсбук начинает давать контент, посты показывать других людей на эту тему, и между постами начинает тебе показывать рекламу, ту, которая, которая тебя должна, по идее, зацепить, чтобы ты свое желание реализовал через покупку этого продукта. Так это работает. Так, теперь говорит нам, что такое быть раб Бога, это когда ты убираешь вот этот весь мусор, ты его убираешь, подавляешь его, и говоришь, я, вот именно я, мой выбор, соединиться с Богом, Творцом Мироздания. Так получается, что с одной стороны, ты себя подавляешь, себя, вот это вот я свое, искусственное, ну, которое не твое на самом деле, но ты просто привык, что я, это набор моих мыслей, и ты берешь, и через Тору соединяешься со своей душой, и вот то, что он пишет, служение рабства подразумевает подчинение своей жизни другому, то есть подавление своего потенциала самовыражения данного нам. Если же мы рассуждаем о подчинении, служении самому источнику нашего существования, самоподчинение приобретает совершенно противоположное значение. В своем источнике мы бесконечны, то есть как бесконечен наш создатель. Служить своему создателю, служить своему создателю, означает достичь высшего самовыражения, соединиться с бесконечностью, с самим создателем Мироздания. Вот что значит быть рабом у Всевышнего, вот что значит подавить вот эту вот мусорную часть. Я, кстати, обратил внимание, что на сегодня вообще человек раб своего телефона. То есть если посмотреть на большинство людей, то они просто отдали управление своим мозгом в вот эту маленькую коробочку, потому что он все время, человек сидит с телефоном где-нибудь, и он реагирует все время на те стимулы, которые ему подкидываются извне. То есть если убрать телефон, то что будет руководить человеком? Он заглянет в себя и спросит, что для меня важно, что я хочу, какой у меня сегодня план. Но когда у него в руках телефон, у него нет всех этих вопросов. Им руководит телефон, им руководит внешние источники, которые как на поводок его взяли. Звонок он отреагировал. Какие-то вот эти вот, кто-то ему написал, какой-то человек вообще непонятный, ему отметил лайк на его посте, он сразу дык в телефон. То есть получается он все время как на поводке, он привязанный такой, да. Вот это настоящее рабство. Но когда он говорит, все, я отставляю все вот эти, весь этот мусор. И он, значит, говорит, я хочу соединиться с создателем мироздания, с творцом. Значит, задача каждого человеческого создания служить творцу и делать это с великой радостью. Я, крошечное, смертное, безусловно, ограниченное существо, своими поступками и делами служу бесконечному творцу всех миров. Я от рождения связан с источником жизни и все бурные волны нашего мира не в силах разорвать эту связь. Понятно, да? То есть это очень интересная, это очень интересная такая идея, которая, если в нее вдуматься, и если ее, ее как бы начать использовать, она позволяет действительно соединиться и, будучи рабом у Всевышнего, ты полностью соединяешься со своим хозяином, с творцом мироздания, с бесконечным, вечным хозяином мира. Представляете, это лучше, чем быть рабом у телефона, у Цутерберга или у этого самого, как же, Ларри Брин. Цутербрины есть у... Есть книга такая, называется «Любовь к трем Цутербринам». Это Пелеви написал книжку, называется «Любовь к трем Цутербринам». И эта книга рассказывает о том, как некая вот эта вот совместная уже Google с Facebook, они полностью захватили мир и как люди, которым уже их телефоны вживили прямо в мозги, как они в таких... В общем, очень интересная книга «Любовь к трем Цутербринам» она называется. Очень советую ее прочитать, чтобы увидеть, до какой степени может завести человечество привязанность к вот этим вот внешнему электронному мозгу и служению ему. Хорошо. Недельная глава нам говорит как раз о тех древних временах, когда было рабство, когда было настоящее рабство. Мы сейчас не понимаем, что такое настоящее рабство. То есть для человека до сегодня это достаточно дикая вещь, чтобы можно было взять и продать другого человека, купить другого человека. Я не представляю, как это можно прийти на рынок. «Ну что, почем ваш раб? Сколько стоит вот этот раб? О, этот стоит, посмотри, зубы какие там. Он работает хорошо, все, значит. Этот стоит там тысячу долларов, а этот сколько стоит? Ну, этот раб такой, он ленивый, полный, кушает много. Значит, этого раба за 500 продам. Для нас это не, ну, как бы, непривычно. Но я вам скажу, что еще, если мы вспомним, то на Руси, да, в России, крепостное право отменили в 1861 году. права крепостного, крепостного крепостных крестьян. Права крепостных крестьян. В общем, можно потом будет почитать, какие права у них были, значит, и так далее. Крепостной обладал правами частной собственности, имел свое хозяйство и полным правом наступать в брак и заводить семью. Их дети были законны и наследовали имущество, но рождались крепостными. Значит, ну, что-то надо почитать. То есть, крепостные, это не рабы были. Ну, их просто можно, они были прикреплены кому-то, их можно было почему-то продавать, и они не могли, видно, никуда уезжать. Может быть. Не знаю, надо будет почитать, значит, а вот нет-нет. Значит, лишение крестьян права отчуждать земельные наделы и приобретать недвижимость. То есть, они не могли покупать, продавать землю, а они были прикреплены, очевидно, к земле, и обе земли они не могли никуда уехать. но неважно значит важно то что что сегодняшняя глава барана нам рассказывает о том что евреи которые которые обеднел выйти и мог я мух ахиха и мах когда твой братом обедеет с тобой выйдем карла и продался тебе но то вот бы а вот этот не не поработи его работой рабской то есть нельзя было его рабство его можно было купить и он мог себя продать правство но его нельзя было унижать какой-то рабской работой но здесь дальше перечисляется там очень многие вещи но вот интересная вещь здесь написано да вот здесь я впервые обратил внимание и а вода и м что бог объясняет эти все законы рабства связаны с еврейским рабом он говорит потому что рабы они мои они мои рабы говорит бог вот когда вот здесь как раз я увидел вот этот момент когда прямо написано ти а вода и м рабы они мои говорит бог ашер оцете оттам мерец мистраем что вытащил я их из земли египетской лой махру мемы мин мембин герри тверд значит их не продавайте как продают рабов обычных почему объясняет у снатора и потому что рабы мои они что и кодем моя куча одна древнеет то есть когда евреев например другого купила евреев рабство и значит хочет его продать он читает этот отрывок бога Слушай, он же мой раб, моя вот эта вот грамота древнее, в Тории написано, что они мои рабы, и поэтому нельзя его было продавать, нельзя его было рекламировать еврейского раба, то есть здесь устная тора нам говорит, что нельзя было объявлять, значит, кан еш эвет лимкорн, вот тут у меня есть рам для продажи, то есть его рекламировать было нельзя, можно было так тихонечко сказать, без объявления, не афишируя, Да, значит, что, ну, там, пятьсот долларов, значит, и все, вот, теперь, значит, нельзя было над ним жестоко властвовать, значит, и бойся Бога твоего, значит, потому что Бог все знает, еще раз здесь нам устная тора говорит, что ты не можешь сказать, что я ему давал работу именно ту, которую надо, то есть Бог знает, или надо, или не надо, То есть, или ты даешь ему работу, потому что вот просто, чтобы работал, или же ты даешь ему работу, потому что надо, чтобы эта работа была сделана, значит, ну, я вам скажу так, что тяжело даже эти законы сейчас читать, изучать, потому что это все нам на сегодня непонятно, единственное, что можно только радоваться, Когда утром мы просыпаемся, мы говорим благословение, одно из этих благословений, спасибо, что не создал меня рабом, только мы можем поблагодарить Всевышнего, что, что мы живем в такое время, хорошее время, когда нету этого рабства, нету вот этих вот эпидемий, которые были раньше, что сейчас, в принципе, даже, ну, я все время говорил на этих уроках, Даже сейчас я прямо чуть-чуть начал немного опасаться, потому что раньше я всегда говорил, слава Богу, что мы живем первое поколение, которое живет без войны, а сейчас мы живем опять, началась война, то есть, это удивительно, да, я был уверен, что уже на нашей памяти вот войны не будет, ну, я был уверен, потому что, ну, глупо сейчас воевать, там, ну, мы видим, бах, война на нашей памяти, вот вдруг ни с того ни с сего, совершенно дико, бессмысленная, Несправедливая, не, вообще, ненужная война, и, и все, как раньше, убивают друг друга, то есть, как в Перте написано, Перте вот написано, что молитесь за, за шалом шель-малхут, за, за благоденствие царства, да, царя, царства, что если бы не страх перед ним, человек ближнего своего глотал бы живьем, мы видим сейчас, что просыпаются самые вот такие вот качества людей, пытают, убивают, там, совершенно, абсолютно, ну, жуть какая-то, поэтому, значит, ну, мы верим, что все будет хорошо, что как это началось, так же оно закончится быстро, что это все вот так вот вдруг началось, Всевышний там нам даст какой-то урок, и все-таки я верю, что в ближайшее время все это закончится, всем желаю, чтобы был внутренний мир, прежде всего, чтобы мы спокойно выполняли волю Всевышнего, и о Всевышний о нас позаботится, вот это важно, и шаббат нас этому больше всего учит, мы сейчас вот прям, эра в шаббат, чтобы был шаббат шалом, чтобы было у всех шалом в душе, шалом в семье, шалом в отношениях, шалом между странами, и мне кажется, что чем больше людей будет вот в этом внутреннем мире со Всевышним, тем быстрее наступит общий шалом, и, конечно же, всем, кому нужно выздоровление, выздоровление, кому нужно благополучие, благополучие, и кому нужна семья, чтобы у всех была хорошая семья, у всех, кто учит Тору, чтобы Всевышний всем вам помогал, все, удачи, успехов, хорошего дня, шаббат шалом.